В эту профессию идут по призванию души. С такими словами встретил съемочную группу археолог с 14-летним стажем Николай Баранов. Говорит, что работа археолога многогранна, требует большой осторожности, кропотливости. Здесь нужна хорошая выносливость и физическая подготовка. Копаться в земле и находить интересные артефакты Николай Баранов начал еще в детстве. С детства хотел заниматься археологией, ну как хотел. Потом пошел на эстфак, там у нас была экологическая практика. Я попробовал там свои силы, мне понравилось. И начал регулярно посещать, выезжать в археологические раскопки различные в разные области. Одно за другое, и незаметно я уже с сарой провожу раскопки храма. Профессиональный праздник – не повод останавливать работу. На монастырской площади археологи трудятся с утра и до самого вечера. Каждый день исследователи находят десятки различных предметов – керамику, посуду, а также древние артефакты. За последние два месяца археологи изучили территорию храма и нашли около шести захоронений, которые относятся к XVIII веку. Костяки зачастую, в двух случаях вернее, они не перекрывали друг друга. Это было как бы под захоронение изначально был положен усопший. И потом впоследствии к нему подприхоранивали, ну, может быть, родственник, близкий, может быть, жена, ну, не знаю. И вот они как бы лежат в два яруса, вот в двух местах у нас было. Еще в двух местах одиночные захоронения. Утверждать, что это монахи, Николай Баранов не стал, но предположил, что, возможно, это благодетели, которые помогали монастырю. Благодаря этому они и удостоились возможности быть похороненными непосредственно вблизи храма. Также рядом с захоронениями археологи нашли хозяйственные ямы и древнюю керамическую плиту, на которой когда-то готовили священнослужители. Все слои грунта археологи просеивают, находки сортируют и очищают, после чего отправляют их в музей и лаборатории. Мы расчистим, все это зафиксируем, все сфотографируем, обязательно напишем, аэроссъемку сделаем обязательно, всего-всего. И потом после обработки находки, что были найдены в музей, пойдут, естественно, а с храмом я не знаю, как поступит. Тут уже нет, меня зависит. Наше дело найти, показать, вот, посмотрите, очистить все это дело, сдокументировать, а дальнейшую судьбу, наверное, уже будут решать местные. После завершения работ археологи отправятся на следующие раскопки, чтобы шаг за шагом восполнять пробелы нашей истории. Как говорят они сами, у настоящих археологов не бывает собственных музеев. Все, что может быть найдено, это общее достояние. Редакция нашего канала поздравляет всех причастных к этому празднику и желает каждый день творческих успехов в археологических исследованиях, удачи в кропотливом и важных для истории деле и реализации всех намеченных планов. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.